Не бюх тюртан рымыз, Он адыр хэдмят имись, Мелек лэр баше и дьмя гюхэм дэти, Не бюх тюртан рымыз. С нами всемогущий Бог, С нами всемогущий Бог, Блемена пред Ним поют, Небо и земля поют, С нами всемогущий Бог, С нами всемогущий Бог, С нами всемогущий Бог. Гюзля рингэр и ших порлады, Уни сэл нинь, Ген биндэ ясэл нинь, Бу и шихэн, Адыр и сэр нинь, Быты нинь шихлада, О парлады, Бу и шихэн, Адыр и сэр нинь, Быты нинь шихлада, О парлады, Гөзлэриндэ, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогой Господь Иисус Христос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы славим тебя за то, что ты с нами разделяешь сегодня свою жизнь Слава тебе Бог за то, что ты пригласил нас в это святое общение с тобой и друг с другом Благослови, пожалуйста, сейчас это слово, которое будет сказано Господь, чтобы было что-то новое, что коснулось наших сердцев Во имя Иисуса Христа мы просим Аминь Я хотел бы, чтобы мы сегодня подумали о Каине и о Бавеле Я хочу, чтобы мы сегодня подумали о Каине и о Бавеле Мы немножко о них думали Мне кажется, я где-то месяц назад проповедовал немного о них Вроде так, в моей памяти Это «Бытие 4-я глава» Здесь говорится в 4 стихе, в 3 стихе, во 2 стихе, что Авель он был пастырь овец и Каин был земледелец И в 4 стихе, в 3 стихе, спустя несколько времени Каин принес от плода земли дар Господу И присрел Господь на Авеле и надар его И сказал Господь Каину, Но почему ты огорчился, от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каину Авелю брату своему, Пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каина Авеля, брата своего, и убил его. Здесь мы завершим чтение. Здесь написано, что Бог призрел на дар Авеля. Бог во всем, что есть в этом мире, хочет увидеть напоминание о своем сыне. Презрел обозначает, что он принял дар Авеля. Это дар напоминал Богу о его единородном сыне. Бог любит видеть своего сына во всем, что есть в наших жизнях. Он хочет увидеть, чтобы его сын отражался во взаимоотношениях. Он хочет увидеть, чтобы его сын отражался во взаимоотношениях. В наших решениях. И Бог, он здесь написано, он точно так же, как он призрел на дар Авеля, он призрает и наш дар. Он принимает наш дар. Он принимает единственное, кого он принимает, это сына своего. Поэтому все, что отражает его сына, он это принимает. Ему невозможно угодить без сына. Но мы видим, что у Каина, когда Бог принял дар Авеля, у Каина был горький корень. Он огорчился. Мы видим, что, кстати говоря, причину, почему Авель принес в жертву от стада своего. В еврейской традиции есть очень интересный комментарий. А еврейские раввины говорят, что Бог проклял землю, и поэтому Авель решил ничего не приносить от земли. Это как сегодня Бог проклял плоть, Бог проклял старого Адама. Как бы это ни блестело и ни пахло, Бог не может это принять. Человек может это принять, но не Бог. Инсан bunu kabul иллия билер, но Танра нет. Бог принимает только то, что напоминает ему о сыне. Единственный, кто был посажен по правую руку от отца, это только сын. И мы пребываем сыне по вере доверяя ему и мы всегда получаем благоволение от Бога. Всегда. Каин увидел, что Авель принес. Но смотрите, какие чувства были у Каина. И он решил в них оставаться. Он решил жить в том, что он отвергнул. Хотя правильнее сказать, был отвергнут не он, но его дар. Но он принял это лично. Вторая вещь. Он решил не выходить из этого состояния. Третья вещь. Он решил сидеть в углу и дуться на своего брата. Это звучит смешно, но это очень серьезно. Потому что он его убил. Эти чувства привели к убийству. И старый человек, он всегда приводит к смерти. Или к моей, или же к смерти другого. Потому что я хочу себя сохранить. Я не хочу умирать. Это кто-то виноват. И проблема в том, что я не понимаю, что есть. Как Бог сказал Каину. Каин, у дверей грех лежит. Но ты господствуй над ним. Это слово грех можно также перевести, как у дверей лежит жертва. У дверей есть обеспечение. Обеспечение есть, Каин. Возьми и используй это. Не говори, что прощения нет. Не говори, что принятия нет. Не говори, что это конец. То есть обеспечение есть в любой ситуации. Посмотреть на Аганса. Но он все-таки решил не делать этого. Он решил отвергнуть этот путь мышления. Каин и Авель – это также картина церкви. Потому что в четвертой главе книги «Бытия» в первый раз в Библии используется слово «брат». И тот уровень взаимоотношений, который Бог подарил нам в церкви – это братские взаимоотношения? Они братья. Они братья. Но у них нет общения. Но у них нет общения. И правильнее сказать, у Каина нет общения с Авелем. То есть, у Авеля есть общение с Каином? У Авеля есть общение с Каином? Авеля откликается. Потому что, когда Каин ему говорит «пойдем в поле», Каин инициирует, Авель откликается. Авель как овечка. В первом Коринфянам 13 главе написано «Любовь, она всему верит, она доверяет, она доверчивая». Но Каин живет в глубочайшем обмане. У него есть общение с Каином, но у Каина общения нет с Авелем. У него глубочайшее общение со своей обидой и с отверженностью. И поэтому его так называемое общение с братом, в кавычках, это эгоистично, это плоть и это ведет к смерти. Да, и это ведет к смерти. Это не приведет к жизни. Мы также видим, что Каин, он не увидел ценности в жертве Авеля. Он не увидел ценности в жертве Авеля. И я еще раз скажу, он не увидел ценности в Христе. Он не увидел ценности в прощении. Он не увидел ценности в принятии. Но что для него ценно? Что для него более ценно, чем жертва Авеля? Что для него более ценно, чем жертва на кресте Иисуса Христа? И я сейчас скажу такую вещь, которую мы очень много раз слышали в нашей жизни. Для чего ценно, чтобы его приняли, чтобы его приняли такого, какой он есть? Для чего ценно, чтобы Бог приняли его, как он есть? Но Бог может принять нас, таких, какие мы есть, только через Христа. Но Бог не может принять нас, таких, какие мы есть, вне Христа. И если Бог не принимает плод человека, мы сколько раз видели это в начале в самих себе, я видел это в себе. Ого, моя плод не принимается, я обижен. Почему меня не любят? Потому что Бог не может принять меня такого, какое есть вне Христа. Но через Аганса, через Христа Бог принимает меня такого, какого я есть, потому что Он видит в начале своего Сына. Но в Христа мы приняты Богом. Всегда. В Христе мы приняты Богом. Всегда. Авель такой же грешник, как и Каин. Но Авель ищет принятие своей плоти. Да, Каин ищет принятие своей плоти. Каин, Каин ищет принятие своей плоти. Авель ищет принятие своей плоти. Каин ищет принятие своей плоти. Каин думает так. Я хочу угодить ему. Господь должен принять его плоти. Каин ищет принятие своей плоти. Вот он разница. И Каин, к сожалению, он не разобрался с этим огорчением, с этой обидой. Для него важны его чувства. И это приводит его к мести. Он проявляет месть. Возвратимся к Авелю. Я хочу угодить, что Господь призрел на его плоти. Как Каин понял, что Господь призрел на плоти? Как они это поняли? Как Каин ищет принятие, что Господь призрел на плоти. И Равины говорят, что огонь сошел с неба и пожрал эту жертву. В Ветхом Завете знак принятия. Это огонь пожирает жертву. И говоря об Авеле, когда он увидел, что жертва принята, то в его отклике есть нечто противоположное, что есть в отклике Каина. Что есть у Каина? В пятом стихе во второй части. Здесь написано, Каин сильно огорчился и поникло его лицо. На иврите огорчился. Это даже не то слово. Это означает гореть в гневе. Он был настолько разгорчен в гневе на Авеле. Как такое может быть? Почему Бог принял его жертву? И это момент решения в наших сердцах. Что я буду делать, когда я вижу благословение в жизни другого верующего? Это не означает, что у меня нет благословения. Мы благословлены во кресте. Мы очень благословлены. Но Каин, как он будет теперь думать? Он может сказать, что «О, я понял. Я в следующий раз принесу такую жертву». Он говорит, что «О, я в следующий раз принесу такую жертву». Я понял. Агнец. Агнец. Вот где ответ. Агнец. Но он решил не думать так. Когда наша плоть задета, это невероятно важный момент, чтобы побежать к Агнецу. Плоть хочет, чтобы ее оправдали, чтобы ее полоскали, чтобы ее приняли. Это важный момент, чтобы бежать к Агнецу. Там всегда есть принятие. Это важный момент укрыться во Христе. Когда Давида гнали, он не мстил за себя. Он укрылся в пещере Адаламской. Это картина Христа. Христос наша скала. Праведник убегает в Господа. Имя Господне крепкая башня. Мы скрываемся во Христе. И так, Каин, он имел этот гнев, и его лицо поникло, упало. Но какие чувства у Авеля? Я снова возвращаюсь к этому. Это противоположность вот этим чувствам. Вместо того, чтобы мое лицо было поникшим, оно светится и оно подняты. Я принят. Я не могу представить этого парня, Авеля. Парень с нашего двора. Авель. Смотрите, как он идет. Почему он такой радостный? Что-то он слишком радостный. Разве он не слишком самоуверенный? Идем спросим. Авель, что ты о себе возомнил? Авель, что ты о себе возомнил? И вы знаете, что бы сказал Авель? Все, о чем бы он говорил, это не о себе. Он бы прославлял Бога, и он бы говорил о том, какой Господь невероятный. И я вот хочу чем завершить. Огонь сошел. И огонь это символ Святого Духа. Что когда во всем в нашей жизни мы строим ее вокруг Агнса, превозносим Иисуса Христа, то плоды Святого Духа, они сами собой проявляются. Интересно, что в Галатах 5 главе нам не сказано «приносите плоды Святого Духа». Там не сказано это как повеление «приносите плоды». Там просто сказано «плоды Духа», они та-та-та-та-та. Дела плоди, они та-та-та. Иначе говоря, в нашей жизни как верующих, когда Христос в центре, когда Агнец в центре, не наши слабости, или же что я не могу сделать, или что я сделал неправильного, или что я могу сделать правильного. Мы не анализируем плод друг друга, знаете, как, например, культуристы. Если вы видели, когда они выступают? И они итак, итак... Мы говорим об Иисусе Христе. Мы продолжаем о нем говорить. И это между нами во взаимоотношениях. Это также внутри нас, что мы говорим о себе или к себе. И Святой Дух, плоды они есть. Они приносится. Мы даже не знаем, как они приносится. Они принесли. Они принесли. Они принесли. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, мы превозносим Тебя во всем. Мы славим Тебя. Господь Иисус Христос. Спасибо за то, что у нас есть это великое-великое обеспечение, которым являешься Ты. Господи, мы любим Тебя. Мы славим Тебя, Господь Иисус Христос. И Ты являешься нашим всем, Господь. Ты не изменен к нам. Свои любовь. Мы не поменим, ты, Господь, ты не поменим. И Ты, Господь, поддерживаешь и ободрешешь нас. Иди с тобой вперед дальше. И ты, Господь, поддерживаешь нас. И ты с тобой вперед дальше. Мы славим Тебя, Господь. Будь прославлен еще больше в наших жизнях, в нашей церкви, в наших церквях. Господь, чтобы другие люди, особенно не спасенные во всем, увидели Тебя через нас. И, Господь, если они придут в церковь, может быть, они не поймут послание, но они увидят любовь и радость и жизнь Твою, Господь. Благослови, Господи. Благослови все наши церкви. Чтобы Твоя жизнь переполняла. Мы любим Тебя и славим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Мы просим. Аминь. Аминь. Спасибо. Аминь. Слава Богу. Очень важное послание. Аминь. Очень важное послание. Аминь. Мне очень понравилось много моментов в этой проповеди. Некоторые скажу. Аминь. Аминь. Бог любит видеть своего сына во всех аспертах нашей жизни. Аминь. 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 Мы не хотим приносить Богу то, что проклято. Аминь. Аминь. Он принял лично свою плоть. То, что его жертвы не было принято. Аминь. У И это приводит к смерти? Это приводит к смерти своей или же чьей-то? Это приводит к смерти своей или же чьей-то. Мне понравилось, что у Алили были взаимоотношения с тканью. Мне понравилось, что у Алили не зависимо от чего. Все равно продолжали взаимоотношения с тканью. Мне понравилось, что у Алили не зависимо от того, что у Алили не зависимо от чего. Как пастор Миша упомянул 1 Коринфянам 13 главу. Пастор Миша, ядомизация с 1 Коринфянами 13. сестра. Кто верит? Мудрость. Любовь? Всему верит. Мудрость, что верит. И вы знаете, это 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 8 стихи. Там невероятные качества людей, да? Вы знаете, это 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 8 стихи. Любовь также все покрывает. И все, и все. Всему надеяться. И мы можем продолжать этот список. И мы можем продолжать этот список. Я думаю также, что практика принесения жертвы продолжалась в Верхнем Завете до самого прихода Иисуса Христа. Я думаю, что Исус гwayне, именно через этицам этицитры уже полетели. Люди принесили жертву, затратили из своего состояния. Люди принесли жертву. Как-то, может быть, принесли зообережище. Кто-то, может быть, принесли тельце? Я не знаю, что это 대한. У кого-то не было даже и этой возможности, он принесил пшено? Мне нравится, что Бог не смотрел и наш лет, и он не говорил, что «Оу, вот телец, ну вы больше затратили усилий, денег, ну я принимаю больше, конечно, это же», а «Голуб» это «Ну ладно, принимаю». Нет, он так не говорит. Чем бы мы к Богу не пришли, Бог смотрит на наш сердце, первую очередь. Если мы пришли во втором адаме, в СССР, то он принимает, что вы не можете? Если мы пришли во втором адаме, если мы пришли во втором адаме, то он принесли и телца, и акцию, и все, что возможно, Бог не пришли. Он просто не заинтересован в этом. В этом заинтересована религия. Люди делают это, чтобы успокоить свою совесть. Люди даже могут принесать жертву, разделить мясо и раздать нуждающимся. Люди даже могут принесать жертву. Это хорошая тема. Но вы помните, когда женщина принесла в жертву драгоценную мир и ученики сказали, какая трата? Мы же могли бы продать и раздать бедно. Если женщина принесла в жертву драгоценную мир и ученики, то они говорят, что это не важно, мы это не будем садиться. Иисус сказал, что вы всегда будете бедно, но не всегда. Но Иисус сказал, что все будет с вами, но я все будет с вами. Иисус заинтересован в нашем новом сердце. Иисус говорит, что придите ко мне все трудящиеся и обремененные. Он не говорит, что сначала исправьтесь, сначала изменитесь и потом приходите. Нет, нет, какие вы есть, приходите. И мы учимся в Боге. Мы учимся в Боге о том, что это не узнаем. Мы учимся в Боге. Ненавидно я вспоминал этот отрывок, когда человек пришел в храм и принес жертву Богу. Это же здорово. Он, во-первых, ходит в храм. Это уже похвально. Он подготовил ее к жертвеннику. Это невероятно. И у него нет никаких проблем с людьми. Но у жертвенника он вспомнил, что у людей есть проблемы с ним. Бог говорит, оставь свою жертву и пойди к брату своего. Но Господь, это же у брата проблема со мной, не у меня с ним. Он говорит, оставь свою жертву и пойди к брату. А потом приходи, я с удовольствием ее прийду. Мне нравится то, что Пастор Миша говорил, что Авель, его отношение было такое. А когда Ктайн его позвал, он не задумываясь, он пошел. Мне нравится то, что Пастор Миша говорил, что Авель, его отношение было такое. Он у меня к брату, он пошел. Спасибо. Спасибо. Давайте откроем это время для дискуссии, вопросов, общения. Если есть у кого-то вопросы, комментарии, пожалуйста. Если кто-то вопрос, я вижу в чате. Итак, здесь написано на земле все люди произошли от Каина. Ибо Каин убил Авеля. Откуда брались женщины? А где женщины? Ведь Бог создал только Адама и Еву. А у них было только два сына. У них было только два улы. И это вопрос от Тибар Малима. Это вопрос, Тибар Малима. Спасибо за этот вопрос, Тибар Малим. Даже если бы вы не написали, что этот вопрос от вас, я понял, что это от вас. Вы задаете всегда умные вопросы. Если вы не знаете, то вы ответите. Вы ответите. Мы решили, что вы ответите. Потому что вы ответите. Я вам ответите. Во-первых, там же в книге «Бытия» в 4 главе написано, что еще один человек родился у Адама и Евы. Его звали Сив. В 25 главе написано. И откуда брались женщины? Мы, хотя здесь не видим имена дочерей у Адама и Евы. Но в «Бытия» в 5 главе, в 4 стихе написано. Адам жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Из-за этого мы дальше предполагаем, что в те времена разрешалось иметь сестру как свою жену и брата как своего мужа. Мы предполагаем, что все времена разрешалось иметь сестру. Тут, конечно, возникает еще такой вопрос. Не влиял ли это физиологически как-то на негативно? Не отражалось ли это негативно физиологически? Как, например, это могло произойти и происходит, если бы это было сейчас? Следовательно, мы можем сказать, что Бог разрешал это в то время. И это не было, с одной стороны, грехом, и с другой стороны, это не имело негативного влияния на тех, кто рождался. Да, это мой ответ. Но если, может быть, кто-то хочет еще добавить, пожалуйста. Спасибо, Пастер Миша. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, Пастер Миша. Пастер Миша. Спасибо. Пастер Миша. Пастер Миша. Как мы знаем, позже Господь не одобряет подобные браки, позже Он упомянула об этом. Мы видим, что, после этого он не поддерживает, как он не поддерживает. Несмотря на то, что есть страны, в частности, Азербайджан, Средний Азия, другие страны. Да, ну какая невероятная тема сегодня была? Я помню, как кто-то говорил, что Иисус в совершенной жертву, он умер за нас. Я помню, что кто-то говорил, что Иисус Камил, он умер за нас. И в Библии, что страшно пасть в руки Бога живого. И теперь сын заплатил сполна за все прошлые, настоящие и будущие грехи. И сейчас он умер за нас. И то, что я раньше говорил с некоторых источниками, что теперь мы стоим передачем прячься за Иисусом Христом. Но это на самом деле не то, чему Библия учится. Мы воплоте не можем прятаться за Христом. Уже не я живу, но живет во мне Христос. И мы стоим перед Отцом во Христе. Иисус Камил 5 главе, 12 стихи говорится. Иисус Камил 5, 12. Имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына Боже не имеет жизнь. Мы в сыне имеем жизнь. Мы в сыне имеем жизнь. Жизнь вечен. Мы в сыне победителем. Мы в сыне победителем. И мы на этой земле живем в этой плоти. Учимся, что значит не я но он? Мы в этой области не имеем жизнь. В новом мире старые заплаты не представляют. Мы не пытаемся старое как-то обновить, модернизировать. Мы можем это сделать? Мы можем это сделать. Но он не интересен. Он интересен, только не основательный. Но он интересен, только не основательный. Да, пожалуйста, если есть вопросы, комментарии. У нас есть еще немного времени, давайте испортим его. Здравствуйте. Можно сказать? Салам. Приветствую вас всех из Москвы. Спасибо за проповедь. Прекрасная проповедь, очень интересная. Меня очень благословила мысль о том, что Каин, когда принес свою жертву, Господь не отрек Каина самого. Он отрек только его жертву, которая была основана на его собственных делах. Но не Иисусе Христе. Но Каина Господь никогда не отрекал. Это действительно очень-очень ободряет. Когда мы видим, что Господь как-то может не принимать дела нашей плоти. Мы можем смотреть на тех, кого Господь принимает и как, что они делают. Мы видим, что это не всего лишь самое главное, это жертвы Иисуса Христа. То есть, мы видим, что, если кто-то не любит его, то мы понимаем, что они не своими делами стали героями. Поэтому я для себя два урока для себя приняла. Первое, это то, что Господь, когда не принимает мою жертву, Он меня принимает. И второе, это то, что мне нужно взирать на вот эти примеры. И обращать внимание, как они приходят к Богу, что, как бы, чем они жертвуют. Они не приходят к Танрын-Гарсона, они не привезут к гурбану. Да, и слава Богу, это так освобождает. Спасибо. 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 Спасибо, Геннель. Здорово тебя слышать. Да, я так же думал об этом стихе из 2 Коринфянам 5 главы. Мы его очень хорошо знаем. Это то, что мы никого, отныне, Павел говорит в 16 стихе, мы никого не знаем по плоти. Мы хорошо знаем этот стих. Но когда это касается, например, нас самих, то есть как я себя знаю, как я себя вижу. А какое мое отражение, то есть зеркало, на которое я смотрю? Куда я смотрю? Что я вижу? Вот, найти свою тождественность во Христе. То, чего коснулся Пасальгар. Что я в Христе. Мы даже можем такую вещь сказать. Я равно Христос. Но новый Я — это Христос. Мы так говорим, что я — это Христос. Представьте, два человека и у двух людей паспорт. Мы смотрим в паспорт одного человека и в паспорт другого. И там все одинаково. Когда мы смотрим внешне, мы можем сказать, ну, внешне, скажем, есть разница. Но в паспорте... Да. То есть мы... Вот это Святой Дух. Когда мы слышим больше и больше... Я верю, что чем больше мы слышим Божье Слово, которое говорит о нашей новой тождественности, о завершенной работе... ... тем больше мы обновляемся в нашем уме, чтобы думать правильно себя. И когда мы правильно о себе думаем, мы о других тоже правильно думаем. Кто-то может сказать, что, о, но это как промывка мозгов. Пастор Шалер один раз сказал, что ему сказали, вам промыли мозги. И Пастор Шалер сказал, да, нам промыли мозги, просушили и по порядку все разложили. Пастор Шалер ответил, да, нам промыли мозги. Пастор Шалер ответил, да, нам промыли мозги. И мы освобождаемся, когда мы слышим истинно завершенную работу. Да, он переформатирует нас, когда мы слышим истинно завершенную работу и мы освобождаемся. И дьявол не хочет, чтобы мы были свободными личностями. Он ненавидит свободную личность. И дьявол не хочет, чтобы мы освобождаться. Но в Христе мы по-настоящему обнаружим, что такое настоящая свобода. Это когда я доверяю Ему, я завишу от Него. Я все, я сдаюсь. Я говорю, Господь, Ты веди меня. Ты говоришь. Да, Аминь. Интересно, что после того, что сделал Каин со своим братом. Интересно, что Каин со своим братом. Мы читаем, что Господь говорит, «Всякому, кто убьет Каина, отомстится всем миром». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с Ним, не убил его. И он убил его, чтобы кто убил его. Это защита Господня. Это Господь Каина. Это Господь, Господь. Это Господь любовь Бога. Это Господь Божий. Это Господь Божий. Вы знаете, Каин врастил сына, Еноха. Это невероятно, как Бог любит грешников. Но он не видит грех. И так же невероятно, что он заплатил сполна за все веки, прошлые, настоящие и будущие. Совершенная жертва была принесена за нас. В Библии говорится, что каждый, кто принимает это, кто верит, не умрет. И более того, у Бога для этих людей новая жизнь. И теперь через этих людей появляются енохи, которые будут ходить так же перед Богом. Слава Богу, прекрасное время общения. Продолжение следует... Давайте помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за то, что учишь нас, забывая задние простираться вперед. Как мы можем являть себя друг к другу. Мы с вами расскажем другим другим. Учите нас, Господь. Учите нас, Господь. Учите в Иисусе Христиан. Учите в Новом творении. Учите в Новом творении. Спасибо тебе еще раз. Можем тебе, Господь. Учите в Новом творении. Аминь.